Начнем сразу с главного. При собственной массе тела менее 56 килограмм, обладая низким процентом жира, Стефани Коэн приседает более 200 килограмм. Она выполняет становую тягу 240 килограмм и жмет более 102 килограмм. И все это при росте 152,5 сантиметра. В 26 лет она поднимает 4 своих собственных веса. Задумайтесь только. Многие ли люди, многие ли мужчины, спортивные, сильные мужчины с огромным тренировочным стажем могут похвастать подобным? Мой результат в становой тяге вибро 260 килограмм. Я очень этим горжусь. Но это лишь 2,6 моих веса. А крошечная девушка тянет 4. В своих тренировках Стефани совмещает сразу множество дисциплин. Это прежде всего бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, воркаут и кроссфит. Все направления сложили своеобразный микс, который разнообразит ее тренировочную рутину. Ну понятно, что пауэрлифтинг это основа основ. Обычно в этот момент рассказа раздаются вопли неудачливых завистников. Когда мы обсуждаем очередного чемпиона, начинается атака диванных войск. И мировую чемпионку пытаются смешать с грязью потоком негатива. Вот тонкие шакальи голоса провыли, что все это химия. А эта девушка тупая дура, которая быстро станет инвалидом. И сразу, вскоре после этого, загонит себя в могилу. Захлебнувшись потоком собственной ярости, хейтеры идут лесом. А наша героиня кандидатка физиотерапевтических наук. Поэтому дура ее точно при всем желании не назовешь. Также она эксперт по спортивной медицине. Она имеет научную степень в данном направлении, которая отлично дополняет ее мировые рекорды в пауэрлифтинге. Стефани имеет координацию и ловкость акробата, выносливость бегуна, силу тяжелоатлета и тело бодибилдера. Не сложно понять, что тут не обошлось без употребления химии. Хотя, разумеется, доказательств никаких нет. Но они с такими заоблачными результатами и не требуются. Ведь 99,99% спортсменов даже с пармакологией не могут повторить ее рекорды. Вот только умаляет ли заслуги Стефани вероятное применение ею фармы? Точно нет. Миллионы химиков обладают посредственными результатами в спорте. Миллиард людей с ожирением на нашей планете не может избавиться от лишнего жира и гробит свое здоровье перееданием, сокращая свою жизнь на десятки лет, умирая от болезней сосудов и диабета, вызванных ожирением. Так что девушка молодец, но теперь все-таки поговорим об очевидных минусах. Их у Супер Стефани немного. Прежде всего это расширенная талия. Данный эффект неизбежен, если выполнять становую тягу с огромными весами. Тягу 240 кг для девушки можно смело сравнить с 400-500 кг у мужчины. А при таких нагрузках мышечный корсет гиперпорфируется по максимуму. Все мышцы кора работают в режиме максимальной нагрузки. Происходит переразвитие прямых и косых мышц живота. Талия становится как бочка. Это не означает, что фитоняшки в зале должны бояться подхода в румынской тяге с весом 40, 60 или даже 80 кг. Я утверждаю, что веса до 100 кг для девушек в приседаниях в становой вполне безопасны в плане расширения талии. Конечно, если нет такой генетической предрасположенности, которая, кстати, возможно, есть у Стефани. Но раз она генетически предрасположена к пауэрлифтингу, вполне логично предположить, что и талия широкая, поэтому она коренастая. Также в вопросе сдерживания бочкообразности талии помогает специальный пояс, который нужно одевать только на самых тяжелых подходах. Иначе у вас не будет развиваться собственный мышечный корсет. Несложно заметить, что парень Стефани вполне обычный мужчина без огромных мышц. Видно, что он поддерживает себя в тонусе, но не является титаном пауэрлифтинга или бодибилдинга. Вполне себе нормальный мужчина. Такая тенденция отчетливо просматривается в спорте. Очень часто у сильнейших бодибилдерш и пауэрлифтерж мужчины физически слабее своих прекрасных половинок. Это, видимо, объясняется тем фактом, что противоположности притягиваются, а также женским характером для девушек чаще важнее хорошее отношение, ум и адекватность мужчины, чем его физические достоинства. Также девушки-лидеры, обладающие сильным характером, часто выходят замуж за мягких и уступчивых мужчин. Иначе двум сильным личностям становится тесно в одной компании. Друзья мои, надеюсь, вам было интересно послушать про Стефани Коэн. Напишите, о ком еще сделать видео. Кого еще разобрать? Напишите в комментарии, поставьте ваш лайк. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Если вам нужны тренировки по интернету или в тренажерном зале, пишите мне лично информацию в описании к видео. Пока, друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok